Сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, заключается в том, чтобы мы не переставали чувствовать наше братство между собой. И все вытекающие обязательства наши друг перед другом. Современный мир нам диктует совсем противоположное. Современный мир, интернет, современная пресса, воспитывает все человечество в обществе, в дух эгоизма. Каждого человека делает эгоистом. Вот я закрылся, все дальше моего двора меня не касается, меня не интересуют. Не интересуют братья, родные даже, родители. Какими-то замкнутыми становимся. Становимся ограниченными в собственном пространстве. Разве так мусульман может быть? Нет. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе, который привел Аль-Бухари и Муслим, сказано, Аль-Мусульманин, он брат мусульманина. Он его не притесняет, он его не предает. Тот, кто будет озабочен нуждами своего брата, Всевышний Аллах будет занят его заботами. Всевышний Аллах возьмет на себя твои заботы. Оказание поддержки друг другу – это один из способов собственного успеха. Тот человек, который протягивает руку помощи и поддержки своему брату, согласно этому хадису, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, это говорит о пророке, саллиллаху алейхи вассаляма, ни одной буквы лжи не произнес. Этот человек, который оказывает свою поддержку, заботится, которому больно, становится больно, из-за проблем своего брата, этому человеку много беспокоиться за свое благополучие не приходится, потому что за ним Аллах. Аллах берет на себя его проблемы. Чем больше, чем степень твоей занятости и боли от других больше, тем меньше становится у тебя личных проблем. Это закон Всевышнего Аллаха. Это правило, установленное Всевышним Аллахом, и оно никогда не прекратится до Судного дня. Хочешь, чтобы дела пошли хорошо, делай ради Аллаха, оказывай поддержку своим братьям. Именно благодаря благому деянию и именно благодаря терпеливости к испытаниям, перед испытаниями Всевышнего Аллаха, рабы Аллаха возвышаются перед Всевышним Аллахом, занимают особое положение перед своим Создателем. Далее посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи и вассаляма, что говорит? Вот кто-то из нас необязательно должен быть способным помочь деньгами. Возможно, кому-то твоя физическая помощь понадобится. Может, твой друг, сосед строит дом, ему надо, чтобы один день ты рядом с ним постоял, поехал на своем транспорте куда-то, или же показать ему, где, что можно взять. Что пророк, саллилаллаху алейхи и вассаляма говорит? Посланник Аллаха говорит. Отправиться со своим братом по его нуждам лучше для меня, говорит пророк, чем пост целого месяца и отыкав целого месяца в этой моей мечети, мечети пророка, саллилаллаху алейхи и вассаляма. Пойти вместе со своим братом по его проблемам, его сопроводить, по его нуждам. Конечно, вы знаете, какая степень, когда ты делаешь свои шаги эти, свое телодвижение не только ради себя, а ради своего брата. Это большой шанс. Чем могу помочь? Что вам сделать? У нас, к сожалению, это очень мало. А тот, кто скроет этого раба в дунья, Всевышний Аллах этого раба скроет и в дунья, и в ахира. Ты заметил его грех. Правильно? Разве ты не грешен? Кто среди нас безгрешен? Нет безгрешных. Были только пророки, они только непогрешимы. Нельзя забывать о том, что точно так же, как ты узнал о грехе этого человека, когда-нибудь могут узнать и о твоем грехе. И вот посланник Аллаха говорит, тот, кто оставит скрытым грех другого, Аллах скроет твой грех и здесь, и в ином мире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok